ДОСУС ТОМОС Здравствуйте! С вами Дачный Ответ и я, Татьяна Грома. Сегодня мы будем переделывать самую типичную гостиную. На стенах пластиковые панели и вагонка, дощатый пол и велюровый диван. Комната проходная, здесь две лестницы, одна на второй этаж, другая на цокольной и целых три двери. Две ведут на кухню, а одна на террасу. Чтобы помещение стало камерным и уютным, мы сделаем перепланировку. Одну из дверей замуруем, а одну из лестниц спрячем. Что же касается стиля, то мы обратимся к Америке, где семья Гоменюк прожила несколько лет. И превратим комнату в американскую гостиную. И что самое удивительное, после переделки нашим героям будет достаточно перейти из одного угла комнаты в другой, чтобы перенестись из нового света в старый. А вот как это станет возможным, смотрите дальше. Когда в садовом товариществе медик пахнет пряностями, все соседи знают, это семья Гоменюк снова готовит что-нибудь экзотическое. Сейчас в самодельном тандыре скворчит каупаткун, что в переводе – жареный рис с креветками. Рецепт привезен из Таиланда. В этой стране Гоменюк прожили пять лет. Потом переехали в Америку. Там пробыли три года. Глава семьи Сергей долгое время работал представителем авиакомпании за рубежом. И переезжать его семье приходилось часто. Зато из каждой командировки они привозили новые идеи для своего дома. Путешествовали по Востоку. И очень понравились так называемые сухие ручьи. Ручьи, которые выложены из камня. Нам показалось, что как-то оживит наш участок. И сделали у себя такое. Летом красота необыкновенная, не поверите. Когда здесь многоцветие, просто чудно. Дом из бруса Сергей и Татьяну построили в перерывах между длительными командировками. Почти все делали сами. Даже водопровод с канализацией. В подвальном помещении Сергей оборудовал себе мини-мастерскую, где из дерева вырезают шкатулки и вазы. Мечтает сделать настоящий английский кабинет с резным столом и креслами. Для мужчины, когда он держит в руках хороший инструмент, то это наибольшее удовольствие доставляет. И хороший инструмент, и запах дерева. Я люблю работать с деревом. Любимое занятие Татьяны – вышивание крестиком. Одна картина – это 30, а то и 50 тысяч стишков. Ее можно вышивать целый год. А Татьяна – человек терпеливый. Недаром она школьный учитель. Для жизни за границей профессия оказалась очень подходящей. В школах при российских посольствах преподаватель русского языка и литературы всегда был кстати. И в любой стране мира она всех удивляла своим жизнелюбием. Татьяна по натуре оптимист и верит, что даже улыбка может многое изменить. Пусть и говорят, что дежурная фраза – американская улыбка. Мы имеем в виду, что не от сердца идет. Но видишь улыбку, и как-то становится легче. Дети Сергея и Татьяны – Роман и Дарья. От родителей унаследовали оптимистичный взгляд на жизнь. Сейчас Даша учится на политолога. А Роман закончил авиационный институт и занимается испытанием оборудования для аэрокосмической промышленности. Несмотря на то, что большую часть жизни брат с сестрой провели за границей, повзрослев, решили для себя, что жить хотят только в России. Отдыхать-то везде хорошо, когда хоть в России, хоть в Америке, хоть на островах в Таиланде. А работать и жить везде нужно прикладывать какие-то усилия, продираться через препятствия. Поэтому везде сложно, везде надо добиваться поставленных целей и идти и не сдаваться. В выходные дни на даче Гоменюк постоянное веселье. То они играют в крокодила, то в мафию, то приглашают друзей и устраивают танцы и тематические вечеринки. Самая шумная комната в доме – гостиная. Выполняет свои функции на все 100%. Только вот ее планировка для такого активного проведения времени не вполне удачна. Сергей, Роман, у вас в гостиной сразу две лестницы. Как так получилось? Ну, изначально эта лестница основная была. Это вход на второй этаж. Без нее никак нельзя было обойтись. Но когда она была построена, нам оказалось, что этого пространства мало. И мы еще сделали дополнительный этаж вниз. Это вынужденный шаг. И нам эти лестницы очень мешают, поскольку они съедают пространство и так небольшое. Нам бы хотелось, во-первых, расширить пространство здесь. Ну и несколько осветлить эту комнату. Мы даже для этого повесили вот здесь зеркало. Такой декораторский прием, да? Ну, да, да. Подсмотренный, в частности, в ваших передачах. Вот. И постарались это и осветлить, и расширить, соответственно, пространство. Ну, плюс у нас здесь проходят вечеринки. Это как бы такой вот данс-пол. Ага, здесь, да? Поэтому можно смотреть, как ты танцуешь одновременно. Ага. Ну, я на самом деле догадалась даже об этом сама, потому что у вас вот такой интересный агрегат висит. Это светомузыка, да? Да, светомузыка. Хотите вам даже пространство режу? Очень хочу, конечно. Так. Ой, великолепно. А еще у нас есть дымашина. А, обалдеть. Ничего себе, какой серьезный подход-то к танцам. Да, совершенно верно. Все для проведения дискотек. Кроме двух лестниц, в этой проходной 20-метровой комнате есть еще и три двери. Причем две из них ведут в кухню. Так что полезного пространства остается немного. Еще одна проблема – камин. Для женской половины семьи Татьяны и Дарьи это главный атрибут гостиной. Почти каждый вечер собираем с семьей возле камина, пьем чай, читаем книги, разговариваем. Иногда даже жарим такие американские десерты, маршмеллоу, такие маленькие зефирки, одеваем на шпажки и жарим на открытом окне. Какая прелесть. Я смотрю, он уже немножечко пострадал, да, в частого использовании в сколоксе. Ну, видимо, пришло его время. Камин очень хороший, он трудяга, но эстетически, конечно, он устарел. И когда мы на него смотрим, вот все время мечтается, ну, чтобы он как-то преобразился. Ну, а теперь все вместе давайте поговорим о том, какой вы себе представляете видеть эту комнату после нашей переделки. Мне бы хотелось добавить свет именно на эту стену, потому что она южная, и там всегда солнце, и всегда мы его теряем. То есть прорубить окно? Ну, я же знаю, наверное. Татьяна. Хочется, чтобы была какая-то уютная атмосфера. Может быть, камин в изразцах, может быть, уютное вольтеровское кресло, в котором приятно смотреть. И на огонь в камине, и телевизор, или просто читать. В общем, хочется уютного гнездышка. А как же танцы? Танцы никуда не денутся, поэтому надо как-то более эффективно, мне кажется, использовать место в комнате, потому что вот лестница занимает очень много места, и вот если бы удалось решить как-то ее покомпактнее сделать, было бы здорово. А цветовая палитра? Ну, хотелось бы каких-то приятных таких теплых тонов, бежевый, коричневый, светлый, какие-то тона, но и чтобы были какие-то яркие акценты. Меланхолии не должно быть. А то есть, если мы подведем итог, то вы хотите за этой комнатой сохранить все те функции, которые она выполняет и сейчас, но при этом полностью изменить здесь атмосферу, да? Да, да. Очень хочется. И ваши желания понятны. Пойдемте, я вас провожу. Да, пойдемте. Аня, Настя, наша сегодняшняя переделка, мы начнем с некоторых конструктивных изменений. Да, это так. Так как герои хотели сделать светлую гостиную, мы расширим оконные проемы, сделаем их пол. И плюс к этому вместо зеркала мы сделаем прозрачную стеклянную дверь, так как за стеной находится солнечная веранда, и весь свет будет попадать в гостиную. Ну, у нас появится новая дверь, а одну из старых мы замуруем. Да, совершенно верно. Мы заложим одну из двух дверей, которая ведет с гостиной в кухню, тем самым мы существующую ТВ-зону, которая сейчас у героев проходная, сделаем более изолированной. Ну, а давайте теперь посмотрим, как все будет выглядеть. Да, давайте. Интересно. Мы сразу здесь решили показать оба сценария освещения, потому что герои говорили о том, что они очень любят дискотеки. Устраивать вечеринки. Да, что у них есть своя светомузыка, есть дымомашина, и они хотели, чтобы это использовалось и в новом их интерьере. Поэтому мы добавили еще световых акцентов. Таких, как вот, допустим, зеркальный шар. Диско-шар. Диско-шар. Ну, интерьер у нас будет сдержан таким классическим, а проект вы назвали «Американская гостиная». Так как наши герои долгое время жили в Америке, мы подумали, что этот стиль им будет очень близок и подойдет к гостиной. Из-за американского стиля мы взяли светлые стены, высокие окна, высокий плинтус, декоративные гипсовые карнизы, без которых не обходится ни одна американская гостиная. Ну, и решение с лестницей в контрастных цветах тоже такой американский, да? Да, мы очень часто можем видеть в американских фильмах или в американских журналах именно такое решение. Но это лестница, ведущая на второй этаж, а ту, что ведет вниз, мы вообще скроем. Да, эту лестницу как-то развернуть или поменять ее месторасположение нам не удастся по техническим причинам. Ну, не совсем красиво, когда в гостиной две лестницы видно. Мы поставим здесь стену, чтобы эта стена стала чуть интересней, мы сделаем некое подобие грифельной доски. Некий декоративный элемент, да. На этой доске можно будет писать счет, когда наши герои будут играть на стольные игры. В общем, рецепт. Я думаю, что они сами придумают сценарий, потому что очень активная семья. Над камином мы тоже немного поработаем. Мы не будем его кардинально перестраивать, мы его оставим на том же месте, той же формы, только слегка его облагородим. Мы его покрасим и добавим новые каменные элементы. Замечательно. Ну, а изюминкой нашего проекта станет, конечно же, пол. Да, так как наши герои увлекаются путешествиями, мы решили нанести карту на пол. Карту мира, да? Да. Да, и сидя у камина, они смогут прямо на полу решать, куда они поедут. Очень оригинально. Да и танцевать они теперь смогут в любой точке мира. Да, отличная мысль. Ну что ж, приступаем к переделке? Давайте приступим к работе. Дачный ответ приступает к переделке гостиной в загородном доме семьи Гоменюк. Лестница, ведущая на второй этаж, не очень подходит нам по стилю, поэтому мы ее разбираем. С потолка снимаем обшивку. Скрываем пол. Отделку на стенах также убираем. Лаги на полу застилаем пароизоляционным материалом. Укладываем утеплитель. Легкие плиты из каменной ваты на основе базальтовых пород. Они сохранят тепло в помещении, а также уберегут его от сырости. Для достижения максимальной эффективности используем два слоя материала. Закрываем утеплитель слоем пароизоляции. Основанием под паркет послужат влагостойкие древесно-стружечные плиты, шпунтованные по периметру. Переходим к окнам. Мы будем их делать в пол, поэтому хозяйские стеклопакеты вынимаем. Вместе с ними демонтируем и решетки. Как и планировали, увеличиваем оконные проемы. Устанавливаем новые окна с классической раскладкой в виде клетки и двумя поворотными створками. Стены покрываем пароизоляционным материалом. Под окнами монтируем внутрипольные конвекторы. Сверху гибкая декоративная решетка, по которой можно ходить. Старый треснувший хозяйский камин разбираем. Хозяев не устраивал его внешний вид, к тому же мы обнаружили ошибки в вкладке дымоходной трубы. Выкладываем новый портал с аркой прямоугольной формы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снаружи, над балконной дверью и окнами, устанавливаем роль ставни из нержавеющего сплава алюминия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимаются и опускаются они при помощи электропривода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для удобства и безопасности мы установили вот такие надежные антивандальные роль ставни. В отличие от обычных металлических решеток, они не портят вид из окна, а в закрытом положении их горизонтальные ламели гармонируют с отделкой дома. Роль ставни не заржавеет, их не придется подкрашивать. В основе здесь алюминий, сверху полиуретан, так что достаточно иногда протирать тряпкой, чтобы поддерживать в чистоте. Если один из фрагментов по тем или иным причинам деформируется, то есть появится, например, вмятина, то его легко поменять, не демонтируя всю конструкцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и задумывали, мы изменили и сами оконные проемы, опустили их до уровня пола. За счет этого помещение стало, безусловно, светлее, интереснее, да и гармоничнее. Окна установили энергосберегающие с многокамерным профилем, специально продуманным для нашего холодного климата. Одна из камер называется термоблок. Она обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. С небольшой террасой в комнату ведет вот такая полуторная дверь, маленькая створка обычно фиксируется, открывается лишь вот эта большая. А на той торцевой стене у нас получились распашные двери, которые позже мы оградим снаружи кованной решеткой, и получится уютный французский балкончик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас займемся утеплением стен. По периметру комнаты монтируем каркас из металлических профилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Используем негорычие плиты из минеральной ваты. После вскрытия упаковки материал быстро восстанавливает форму, и вата легко укладывается в каркас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашиваем утеплитель листами гипсокартона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы также выстроили перегородку, закрывающую одну из лестниц, а на потолке узкий короб, куда позже будет встроена аудиоаппаратура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В стене между двумя лестницами прорезаем дверной проем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все двери в проекте будут классического дизайна, с матовыми стеклянными вставками и гравировкой, имитирующей раскладку. Дверное плотно покрыто белым матовым акрилатом. Телескопический наличник монтируется без гвоздей и обеспечивает плотное прилегание к дверной коробке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стены и потолок обрабатываем быстро сохнущей прозрачной грунтовкой. Она обеспечит надежное сцепление поверхности со шпаклевкой. Готовим смесь на основе гипса, содержащую полимерные добавки. К ее помощи заделываем стыки между листами гипсокартона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Армирующая лента предотвратит возникновение трещин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С помощью финишной шпаклевки создаем ровную гладкую поверхность, готовую к отделке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К потолку крепим гипсовые карнизы. Армирующий слой из композитных материалов делают лепнину прочной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стены и потолок готовим к покраске. Наносим на них универсальную акриловую грунтовку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потолок красим в белый цвет акриловым составом с высокой укрывистостью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для стен мы выбрали акриловую краску светло-бежевого цвета, устойчивую к загрязнениям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На паркетный клей фиксируем к полу планки из массива горного дуба толщиной 15,5 миллиметров. Укладкой-елочкой по системе шип-паз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каминный портал облицовываем плитами из полосатого мрамора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы не только изменили внешность, внешний вид камина, но и переложили часть дымохода. Наши герои хоть и считали, что камин работает исправно, но когда мы взялись за переделку, то выяснилось, что значительная часть тепла просто уходила через трубу на улицу. И все потому, что в кладке отсутствовал каминный зуб. Мы его, конечно же, сделали. Это такой небольшой выступ, который находится в самой верхней части топки. Он отражает горячий воздух, чтобы тот шел в комнату, а не вылетал в трубу. Облицевали камин мрамором с очень интересным природным рисунком. Здесь чередуются полосы разных оттенков серого, от графитового до очень светлого серебристого. Мрамор – материал прочный. Он хорошо выдерживает температурные перепады. Вдобавок поверхность обработана пропиткой, которая защищает камень от влаги. А мыть, к примеру, от копоти его лучше всего простым мыльным раствором. Часть пола и вот эту полку в телевизионной зоне мы выполнили из того же мрамора. Образовавшуюся нишу можно использовать для укладки дров, например. Основное же напольное покрытие в гостиной – это штучный паркет. Он изготовлен из древесины дуба, который растет на Кавказе. И ценится за более светлый и теплый оттенок. Подобный вид дерева можно еще встретить в горах Франции. Паркет специально пока ничем не покрыт, даже маслом, потому что у нас есть очень интересная задумка. Скоро мы нарисуем здесь географическую карту. Предварительно мы загрунтовали паркет прозрачным составом. Сейчас с помощью трафарета наносим рисунок розы ветров. Используем баллончик с двухкомпонентной краской на акриловой основе. Далее вручную акриловой краской прорисовываем границы государств. В нашей палитре белый цвет и несколько оттенков серого. Для создания мягких переходов одного цвета в другой используем аэрограф. Когда краска полностью высохла, наносим поверх нее три слоя яхтенного лака. На перегородку из гипсокартона, закрывающую лестницу, наносим краску, создающую эффект грифельной доски. В дальнейшем по ней можно будет писать мелом. Настя, Аня, изначально мы с вами хотели нанести на пол карту мира, а потом ограничились Европой. Почему так произошло? Мы посоветовались с художниками, обсудили эскизы, и они предложили все-таки использовать более крупный фрагмент карты. Потому что карта мира была бы здесь уж очень с мелкими деталями. И поэтому мы остановились на Европе. И потом мы решили, что, наверное, в идее того, что интерьер у нас новый свет, а на полу будет старый свет, в этом тоже что-то есть. Наши герои используют эту гостиную еще и как танцпол, устраивают здесь дискотеки. Насколько рисунок способен выдержать такое испытание? Карта покрыта несколькими слоями лака. И даже если она со временем когда-нибудь протрется от энергичных танцев, то пол это как раз придаст винтажный вид. Насколько я понимаю, при таком активном рисунке на полу остальной интерьер должен быть очень сдержанным, да? Да, мы так и поступили. Пол самый активный элемент, он солирует в этом интерьере, и все остальное лишь дополняет его. Поэтому у нас будут очень нейтральные и мебель, и обивка в креслах, ну и стены, как вы можете заметить, тоже нейтральные, за исключением вот этой перегородки, которой мы отделили лестницу, ведущую в подвал. Ее мы выкрасили черной графитовой краской, на ней можно писать. Наши герои играют в настольные игры, и это будет им удобно для того, чтобы вести счет. Ну, я сейчас предлагаю написать «Добро пожаловать им» на английском. На английском языке, все-таки у нас американская гостиная. Точная, да? Ага, давайте. Дочный ответ продолжает переделку гостиной в загородном доме семьи Гомиев. Со стороны улицы украшаем окно ажурным кованным ограждением. Получился французский балкон. В углу комнаты начинает строительство новой лестницы на второй этаж. Она поворотная, несущая конструкция, выполненная из сосны. КОНЕЦ Мы поменяли конструкцию лестницы. Сделали здесь три забежные ступени. Вот эти угловые поворотные. Это позволило сэкономить место, и лестница стала более пологой. Кроме того, мы увеличили глубину ступеней, привели их к стандартным 30 сантиметрам. Стопа помещается полностью, так что подниматься и спускаться стало намного удобнее. Дизайн классический, американский, как и задумывали авторы проекта Анастасия Рыкова и Анна Денисова. Дело в том, что дома в провинциальной Америке обычно двух- или трехэтажные, отчего одним из главных элементов в интерьере становится лестница. Со временем она варила свой определенный узнаваемый стиль, построенный на контрасте светлых и темных оттенков. Вот и у нас косауры, вот эти несущие балки и резные балясины, выполненные из сосны, покрытые глухой белой краской. А поручни и ступени из ясеня покрашены в цвет темного шоколада. Монтируем выключатели и розетки. Лицевые накладки из пластика, которая не пожелтеет со временем. К потолку крепим споты, вращающиеся вокруг своей оси на 360 градусов. У каждого на корпусе есть отдельный выключатель. Освещать гостиную также будут два светильника шара из матового поликарбоната. В потолок по центру комнаты встраиваем две акустические системы. Они пригодятся нашим героям для проведения дискотек. Между колонками размещаем зеркальный вращающийся диско-шар. Под потолком напротив диско-шара закрепляем светомузыкальную установку, которая принадлежит хозяевам дома. На стене в диванной зоне размещаем два бра в матерчатых абажурах. Окна закрываем тюлем и портьерами из плотной хлопчатой бумажной ткани с фигурными подхватами. На стене рядом с камином закрепляем плазменный телевизор с диагональю 127 сантиметров. Мраморную полку украсят две настольные лампы с резными украшениями. Под телевизором размещаем мультимедийный центр со встроенными усилителем и сабвуфером. А рядом две акустические системы. Диван в хлопковом чехле идеально встает в угловое пространство между двух французских окон. Рядом с ним журнальный столик квадратной формы размером 93 на 93 сантиметра. Кресло в английском стиле, компактное, шириной всего 70 сантиметров. Плетеный сундук из ротанга слегка разбавляет классический стиль телевизионной зоны. Кованная решетка на камине убережет от вылетающих из топки искр. В американских интерьерах всегда можно встретить мебель в стиле старой доброй Англии, дань корням. Вот и у нас появился вот такой классический английский диван с изящными линиями, элегантностью и сдержанностью. Сидя на нем, можно телевизор посмотреть, полюбоваться на огонь в камине, ну или просто поиграть в какую-нибудь игру, как любят наши герои. Герои. Каркас и ножки скрыты под чехлом цвета натурального льна. Ткань доходит до самого пола и создает своеобразную юбку, отчего диван выглядит уютнее. Маленькая кокетливая деталь, вот такие вот пуговицы. Они здесь не только ради украшения. Их можно расстегнуть, снять чехол и постирать в машинке. Подушки наполнены пружинищим синтетическим волокном, отчего надолго сохранят свою первоначальную форму. Очень приятно сидеть и вот в этом классическом английском кресле. У него слегка изогнутые подлокотники, изящные резные ножки. Обивка тканная, подобрана в тон диванной. Кресло на колесиках, оно легко передвигается. Поставили мы, конечно, и столик. У него современный, простой дизайн. Он очень функциональный. Внизу большая открытая полка для журналов и книг. Есть вот такой выдвижной ящик с четырьмя секциями. Содержимое этих отделений может стать своеобразным декором, поскольку столешница сверху выполнена из прозрачного стекла. В американских интерьерах можно часто встретить элементы колониального стиля. Мы, например, поставили вот такой плетеный сундук из ротанга. Он слегка потертый, как бы видавший виды. И эти лампы тоже можно отнести к колониальному стилю за счет центрального резного массивного фрагмента. Обустраиваем уголок под лестницей. Устанавливаем там шкаф для бумаг со множеством ящичков. Рядом торшер со стеклянной полочкой. Кресло на колесиках дополняет пуф, выполненный в таком же стиле. На северо-востоке нашей карты появился еще один очень уютный островок, прямо под лестницей. Хозяйка этого дома Татьяна мечтала о такой уединенной зоне. Мы поставили здесь классический секретер. Название этого шкафа произошло от французского слова «secret», что значит «тайный», «скрытый». В нем действительно можно хранить секреты вот в этих маленьких ящичках. За откидным столом Татьяна, хозяйка дома, сможет проверять тетради своих учеников, а ящики-повместительные подойдут для разных бумаг. Секретер сделан из массива черешни. У этой древесины благородный оттенок и очень красивый узор, отчего краснодеревщики использовали ее для изготовления дворцовой мебели. Рядом с секретером точно такое же кресло, как и в диванной зоне. Есть еще и пуф. Он тоже на колесиках, его легко перемещать из одной части комнаты в другую. А вечером, чтобы почитать книгу, можно разместиться полулежа в кресле, положить ноги на пуф. А вот этот торшер на изящной позолоченной ножке с очень интересными стеклянными элементами в виде, например, вот таких вот нежных белых розочек будет давать приглушенный мягкий свет. Абажур поворачивается. А вот на этот столик можно будет положить книгу или поставить, например, чашечку кофе. Нишу под телевизором заполняем дровами. Камин украшаем зеркалом в тяжелой раме под гипс. Два подсвечника по бокам из того же материала. Два подсвечника по бокам. Настя, Аня, ну что ж, теперь, попадая сюда, забываешь совершенно, что находишься на российской даче скорее где-нибудь в Калифорнии, в Америке. Мы хотели воссоздать гостиную среднестатистическую, которую можно встретить в любом американском городе, если это не квартира, а дом. Поэтому мы решили эту комнату как ливинг-рум, в которой люди отдыхают, может быть, проводят время за игрой или просто смотрят вместе телевизор. То есть такая настоящая гостиная, да? Да, гостиная, но она как раз у них четко разделена от столовой. Ну вот совершенно типичная деталь для американского интерьера – это окна в пол. А вот шторы на них – это не такая уж и американская история. Ну мы побоялись оставить гостиную без штор. Объясню почему. Потому что в Америке очень часто можно увидеть красивые виды в сад. Да. У нас такой ситуации не получилось, потому что у нас соседи и забор. Абсолютно верно, да. То есть нужно как-то отделиться, отгородиться, да? Да. А потом мы не так уж себя выставляем на показ, как американцы. Да, и мне кажется, в нашей ситуации шторы, наша гостиная создает уют. Ну и уюта еще добавляют необычные аксессуары, да? Да, мы хотели поддержать эту теплую семейную атмосферу в этом помещении с свечами на камине. Здесь крупные подсвечники, которые при желании можно поставить и на пол. Они такой большой высоты, что будут выглядеть соразмерно. Но эти крупные массивные подсвечники вы, наверное, решили поддержать такой же серьезной рамой, да, зеркальной. Когда мы увидели это зеркало, мы сразу подумали, что оно как раз к нашим подсвечникам идеально подойдет. Но фишка этого зеркала в том, что оно висит напротив окна. И в отражении зеркала как раз будет виден маленький кусочек сада. И получится прям такое архитектурное окно, иллюзия окна. Такой фасадный как бы элемент, да? Фасадный элемент, точно. А еще в этой комнате мы использовали очень много самых разнообразных светильников. Если выключить, например, основной свет, это люстры, то у нас получится атмосфера уюта и тепла. Если герои хотят почитать книжку, да, это уже своя атмосфера. Огонь, свечи, это атмосфера романтики. Также у нас есть бра, которые создают уют в гостиной. И также лампы. А вот эти потолочные светильники чем-то даже напоминают планеты. Да, совершенно верно. Они поддерживают идею нашей карты Земли, которая у нас под ногами. Это своего рода небесные тела. Маленькие споты могут отсылать нас к звездам. А диско-шар – это луна. А, даже так, да? Причем споты мы маленькие направили на этот диско-шар, чтобы он отражал как можно больше дел бликов, да? Верно. И получается вот такое световое мерцание от шарика. Ну и благодаря этому диско-шару и светомузыке в комнате можно будет создать настоящую дискотечную атмосферу. Наши герои любят потанцевать, да? Но плюс к этому мы еще сделали акустическую систему. Теперь здесь будет настоящая атмосфера дискотеки, праздника. С кудовым звуком, да? Да, они могут в хорошем качестве слушать любимые песни. Колонки встроены в потолок. Колонки, да, встроены в потолок, и поэтому будет очень хорошая акустика в гостиной. И уже сегодня вечером они смогут устроить здесь дискотеку. Конечно. А нам пора их встречать. Наши герои уже подъехали. Ждем их сразу же после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня дачный ответ переделывал гостиную в доме семьи Гоменюк. А наши герои уже на пороге, так что встречаем их. Здравствуйте! Здравствуйте! Роман, Татьяна, Сергей, Дарья тоже с нами. Здравствуйте! Это вам из солнечного Таиланда. Прямо из Таиланда, да? Прекрасно. Утренним рейсом. Свежайшее. А это более такой прагматичный подарок американский. Очень вкусный, я смотрю. К чаю, к чаю. Спасибо огромное. Ой, посмотрите, дверь. Все уже заметили. Да, да, да. Мы так мечтали, чтобы на солнечную сторону свет заходил. Мы даже не ожидали, что так можно. Красиво. Нам казалось, что это очень трудно реализовать. Как-то тут несущая стена, и тут проделать дверь. Причем она должна выходить между двух лестниц. Поэтому мы сами бы на это не решились. И главное, светлая. Да. Светлая. Нравится. Да, очень нравится. Вообще, вот ощущение, как в детстве. Дверь откроется, и сказка начинается. Тогда о сказке. Как вы думаете, что там начнется за этим деньом? Ну, я очень надеюсь, что камин остался. Камин стал красивым. Возле камина стоит уютное кресло. Да, поддерживайтесь. Мне кажется, что там должно быть что-то реализовано. Вот как мы и хотели, многофункциональное помещение. Чтобы там можно было и отдохнуть, и повеселиться, и перед камином посидеть. Надеюсь, и там музыка осталась. Но вы наверняка себе что-то представляли, сидели дома. Много света. Много света. Вот это у меня облаки и мысли были. Даша, молчите. Ну, вот мне тоже, конечно, согласен с папой, что должно быть очень светло. Очень светло и уютно. Ну что ж, давайте не будем уже гадать, пойдем смотреть. Ой, ой. Проходите, пожалуйста. О-о-о-о. Ой. Ой. Вот это да. Давай. Слушай, красота. Это мы точно? Карта точно. Слушай, ой. Как мы не фантазировали, никогда бы не могли вот сами так создать. Ой, Сереж, а шар, как ты хотел. Мечта твоя тоже сбывается. Смотрите, ну раз. Поленница. Поленницу ведь тоже очень хотелось. А стиль уловливаете? Нет, немножко? Да. Вы, кто прожили три года в Америке. Да, да, да. Очень похож на американскую гостиную. Удивительно. Смотрите, какие окна. Смотрите, какие окна. Смотрите, какие окна. Ой, а я... Ой. Да, широкая, видите? Вот так и нет. Самое главное, здесь балкон. Вот это да. Вот не поверите, тоже так хотелось, чтобы был большой, широкий выход. Это просто фантастика. Вот знаете, вот самые-самые маленькие детали, которые были где-то в подсознании. Дизайнеру удалось вот это вот уловить. Просто чудно. А еще вот эта вот маленькая деталь... Ну, не маленькая деталь, роскошная деталь. Но это то, что любит Сергей. Да. Серебро и стекло. Серебро и стекло, да. Да, да, да. Удивительно. Еще заметили лампу. Та люстра, которая нам никогда не нравилась. Теперь посмотрите, как освещение. Да, освещение, конечно, по-другому. Точечное, да. Я только сейчас заметила, Марь, настолько вот как-то не бросается в глаза, но как уютно. А я сейчас вам покажу одну маленькую деталь, которая, я думаю, вас тоже обрадует. Смотрите, если вы уезжаете из дома, вам достаточно вот здесь нажать. Вот так сразу. О, супер. Здорово. Оп. И дешевле поднять. Когда вы возвращаетесь. Очень здорово. Мне кажется, даже в детстве вот не было вот такого ощущения счастья. А площадь какая стала, намного больше. За всеми новинками я даже не заметил, что у нас дверь пропала. Да, ура. Это никогда вы это заметите. У меня в первую очередь, конечно, поразило то, что насколько поменялось пространство. То есть, войдя в комнату, я ее совершенно не узнала. Я даже не могла понять, в каком именно мы помещении находимся. То есть, настолько все изменилось. И, конечно же, мне безумно понравился пол, который выполнен в виде карты мира. Ну, это просто настолько интересное решение. Это настолько близко нам, потому что мы любим путешествовать. И теперь мы даже можем ставить там еще свои точки, где мы бывали и куда поедем. Но вот это просто, на самом деле, настолько необыкновенно, настолько здорово. Здорово. Грифельная доска – это, конечно, вообще потрясающее решение для моей жены-учительницы. Я не знаю, насколько она будет нам по утрам принимать экзамен и будет искать ошибки в нашей... Ну, в любом случае, мы можем написать здесь всегда «Доброе утро». Пожелать доброй ночи. Это очень здорово. Или меню наоби. Мне, в первую очередь, бросилось в глаза, конечно, вот то, что в помещении совместили и вот такой, как бы, уют, и вот эти технические решения в виде встроенных колонок, точечных светильников. Это меня, конечно, больше всего поражает, может быть, как инженера. А дискотеки-то будете устраивать? Безусловно, да. Ну, с такой аккуратной. Это первое, что мы устраиваем. Очень здорово, что не стало видно лестницу, ведущую вниз, в цокольный этаж. Как-то эти лестницы сразу бросались в глаза, лестница-лестница. А теперь просто вот смотришь на нее, как на произведение искусства. И любуешься. Нет, очень здорово. Теперь-то вот больше похоже на дом, а не на дачу. Поэтому очень здорово. От дачи всегда как-то, ну, немножко устаешь. Потому что, ну, сами понимаете, когда это все вагонка вокруг, такое, получается, впечатление, как ты в ящичке сидишь. Вот. А здесь это совершенно другой стиль, вот, совершенно другой дизайн и другие ощущения. Теперь это первое, что пришло в голову. Теперь весь дом попытаться в единый такой вот стиль. Ну, это просто здорово. И переехать сюда жить. Но на этом наши сюрпризы не заканчиваются. Немецкая фирма «Томас» дарит вам пылесос «Томас Твин Икстэ». Модель компактная, 3D, потому что и моет, и пыль собирает, и воздух очищает. Оснащена очень удобным фильтром «Аквабокс», который легко быть. Так что пылесосите на здоровье. Спасибо. 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 Ну, и это еще не все. Торговая марка «Белинка» дарит вам сертификат на 30 литров своей краски. Она соответствует мировым стандартам качества и экологически безопасна. Вы можете выбирать как по цвету, так и по составу, для дерева, металла и других поверхностей. Так что продолжайте переделку вместе с «Белинкой». Спасибо. Нашим героям пришлось много поездить, посмотреть мир. Поэтому для них мы создали прямо-таки географический интерьер. На полу карта Европы. И теперь, прогуливаясь по комнате, они смогут беспрепятственно перемещаться из одной страны в другую. Отделка в американском стиле всегда будет напоминать о счастливых годах, проведенных в новом свете. Но главное, где бы семейство Гоменюк ни находилось, оно всегда будет чувствовать себя дома. Ведь гостиная получилась очень комфортная, теплая и уютная. А если и вы мечтаете о путешествии из своего старого интерьера в новый, оставляйте заявки на сайте «Дачного ответа». В следующей программе команда «Дачного ответа» обустроит детскую для сестер-близняшек. На 16 квадратных метрах появятся не только спальные и рабочие места, но и пространство для танцев и галереи для проведения художественных выставок. Ну а наш шеф-повар Сталик Анкишеев поделится с нами рецептом праздничного блюда «Барашка, фаршированного пловом». Если и вы хотите стать героями программы, устроить переделку на даче или в квартире, пожалуйста, присылайте письмо по адресу 129075 Москва, улица Аргуновская, дом 3, строение 1, Переделка ТВ. Также можете заполнить анкету-заявку на нашем сайте.